Сегодняшнюю подборку классных простых хитростей и приспособлений начнем с молотка. Я покажу способ, как закрепить молоток на черенке. Этот способ нового поколения. Беру старую камеру и отрезаю кусок примерно 3 сантиметра шириной. Разрезаю кольцо и обматываю черенок. Наметив молот начинаю заколачивать. Использую разные способы. Идет очень трудно, но очень надежно. И вот доколотив его до назначенной точки, обрезаю все лишнее. И теперь он не слетит, ни при каких условиях. Проверено. Теперь беру половую щетку. Отрезаю кусок черенка примерно 5 сантиметров. Теперь сверлю отверстие ровно по центру насквозь. От старого динамика отрываю магнит. Нахожу подходящую шайбу и иду устанавливать. Намечаю на полу место установки, сверлю отверстие и прикручиваю всю конструкцию. Получается магнитный гриб. В нижнем углу двери тоже сверлю отверстие и прикручиваю шайбу саморезом. И у меня получается классный магнитный отбойник. Но можно все сделать проще. Обратиться в компанию КАК и заказать там отличный магнитный отбойник. Ведь тем более 11 ноября акция самые низкие цены за весь год. Также вы сможете подписаться на магазин прямо на алиэкспресс и видеть все новинки. И если вы закажете на сумму свыше 20 долларов доставка будет бесплатная. Ссылку оставлю в описании. Установил и теперь проверяю в работе. Все отлично. Следующая хитрость интересна будет тем, кто часто и много крутит саморезы. Для этого вообще существуют специальные шурики. Но если такого нет, то вас выручит перчатка и магнит. Надеваю перчатку и засовываю магнит в нее. И теперь ваши саморезы всегда с вами и всегда под рукой. Особенно удобно работать на высоте. Теперь беру две палочки, можно линейки, можно пластины. В моем случае это два отрезка штакетника. Складываю их стопкой ровно и с одного края сверлю отверстие. С помощью болта и гайки скручиваю их вместе. Получилась вот такая вот не знаю что. Если случилось так, что надо начертить много одинаковых углов, то можно конечно и попробовать на глаз. Но это приспособление справится намного лучше. Гайкой фиксируем угол и чертим столько углов сколько душе угодно. Следующее приспособление можно рискнуть и сделать самому. Но можно просто заказать у фирмы как... Это набор отмычек и разных ковырялок для замка. С помощью этого набора можно открыть любой замок если вы потеряли ключ. Или вытащить из замка остаток поломанного ключа. Замок сделан так, чтобы можно было понять как работает механизм. И попробовать самому открыть его без ключа. У меня получается. Также в наборе есть личинка под другой ключ. Ну и этим замком можно пользоваться как обычно. Ссылку оставлю в описании. Теперь беру кусочек дощечки. Можно взять фанерку. С помощью наждачного диска отмечаю отверстие. В двух противоположных отметках сверлю отверстие диаметром 10 миллиметров. В них забиваю чопики. Ну а теперь проверяю функционал. Надеваю наждачку вниз абразивом. Можно накрепить всю пачку. И так хранить эти диски. Ну а когда надо будет надеть наждачку, то это будет сделать очень легко. И будьте уверены, ошибки не будет. Теперь поколдуем над лобзиком. Для этого беру фанерку и закрепляю ее на верстаке с помощью струбцины. Теперь отпиливаю кусочек фанерки. И смотрю, четкость реза. Как вы видите, рез грубый и много вырванных волокон. Для того, чтобы этого избежать, можно воспользоваться малярной лентой. У меня нету, и я буду пользоваться скотчем по дереву. Наклеиваю и пилю по скотчу. Отклеиваю скотч и сравниваю результаты. Согласитесь, что так намного лучше. Небольшой лайфхак из обычной белой стяжки. Все, что нужно сделать, это закрепить стяжку на любую часть одежды. И у вас получится отличный карман для молотка. Особенно удобно работать на высоте. Если вы живете в квартире или в доме, ну или как я в мастерской, то наверняка к вам часто приходят в гости. Ко мне так каждые 15 минут. И поэтому очень важно знать, кто у вас за дверью. Электронный глазок, звонок от компании КАК вас очень выручит. Установка очень проста. Я установил его за пару минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь я буду слышать и видеть, когда ко мне кто-то пришел. Кстати, на этом звонке можно фиксировать подозрительных гостей с помощью фотосъемки. Ссылку на этот глазок оставлю в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий секрет будет опять с лобзиком. Всегда, когда надо вырезать внутри доски, мы делаем для начала отверстия сверлом. И потом уже вырезаем лобзиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, если у вас нет под рукой сверла? С этим очень хорошо справится сам лобзик. Для этого начинаем пилить сверху в наклон, потихоньку опуская и тянув на себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и напоследок еще один лайфхак по работе лобзиком. Допустим, у нас есть окружность, которую надо вырезать. Но так случилось, что пилка для таких процедур у нас не оказалась. А есть обычная для прямого пила. Сверлим отверстие в центре отмеченного круга. И от центра с помощью лобзика делаю лучи, чем чаще, тем лучше. И так же начинаем пилить. Но теперь простой пилка это будет сделать реально. Потому что отпиливая каждый кусочек, ход пилки будет становиться свободней. И вы с легкостью сделаете задуманное. Ну а на этом все. Всем пока-пока.